Это поможет решению проблемы экономики, кадров и сохранению самоидентичности. Краевые депутаты утвердили преобразование Суевского района в муниципальный округ. Таким статусом в первом чтении наделили и Славгород. Городской округ, город Олейск, он действует чисто в рамках города, там, Змеиногорск. Это городское поселение Корняк, это городское поселение Заринск, это городской округ. То есть уникальная ситуация сложилась именно в городе Славгороде, потому что присоединили в свое время район, расширили границы, а по критериям, по факту, это был сельский населенный пункт вокруг Славгородский район. Еще одно решение, у жителей вновь есть возможность узаконить свои земельные участки под самовольные постройки. Вслед за федеральными, краевые сроки регистрации продлили с 1 марта по 31 августа. Позволим тем гражданам, которые, а, находятся в процессе узаконения, б, которые все-таки еще собираются в этот процесс узаконения вступить, вот возможность эту получить. Ну и самое главное, то есть норма будет действовать с 1 марта. То есть мы придаем характер, норма обратной силы, для того, чтобы этого промежутка не было, да, и граждане могли этот процесс продолжить. Кстати, с вопросами ЖКХ жители наиболее часто обращаются к уполномоченному по правам человека Борису Ларину. Об этом он сообщил в рамках доклада. Мы достаточно много получаем обращений от детей-сирот, и не только от них. Проблема переселения из аварийного жилья, проведения капитальных ремонтов жилища, вот это главные темы, которые сегодня люди поднимают. И все чаще от людей звучат просьбы улучшить условия для жизни инвалидов, хотя бы обеспечить многоквартирные дома пандусами. Обратили внимание депутаты и на сезонную проблему – неубранные собачьи экскременты, которые обнажаются с началом весны. Один из парламентариев порекомендовал полиции лучше следить за тем, как соблюдают закон собачники. София Цинко, Александр Антропов, День с толком.